МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Введение института президентской власти в республике и утверждение политического и экономического суверенитета направлены на защиту прав и свобод и безопасности граждан, на улучшение жизни народа. Новые экономические отношения в промышленности и сельском хозяйстве ориентированы на социальные приоритеты, на удовлетворение самых насущных потребностей людей. Плоды обновления социально-экономических структур скажутся не сразу, но уже сегодня ростки новых экономических отношений видны повсюду. Предприятия переходят на самофинансирование и хозрасчет. Например, на Павлодарском тракторном заводе не только отдельные участки, но большие цехи, такие как кузнечно-прессовый, получили относительную самостоятельность. Рабочие сами устанавливают режим работы. При сокращении числа работающих объем продукции увеличился, а качество стало заметно лучше. Экономическая самостоятельность стимулирует разработку новой, конструктивно более совершенной техники. В новой модели многофункционального трактора Т-6 Павлодарского завода проявляют интерес многие зарубежные фирмы. И на традиционную продукцию Павлодарцев, гусеничные машины, спрос велик. С переходом на хозрасчетные отношения заработки рабочих стали больше. Появилась возможность на свои средства строить многоэтажные дома и коттеджи по индивидуальным проектам. Детские сады большей комфортности, чем прежде. Зоны отдыха для заводчан. В сельском хозяйстве республики все больше применения находят арендный подряд, фермерские хозяйства, семейные звенья и кооперативные формы взаимоотношений. Семейная ферма Анатолия Ручко в колхозе имени Панфилова Павлодарской области откармливает более тысячи бычков. Высокие заработки стимулируют интенсивный труд. Кооперативные формы получили распространение в Щучинском районе Кокчетавской области. Хозяйство района, производители сельскохозяйственной продукции и ее переработчики объединились под крышей агрокомбината Боровоя. Наиболее прибыльные хозяйства, как Щучинская птицефабрика, направляют значительные средства на развитие социальной инфраструктуры. Современная поликлиника и больница будут надежным заслоном от болезней. Здоровье тружеников – залог экономического процветания предприятия. Открытое здесь недавно месторождение с лечебно-столовой минеральной водой Боровое может стать еще одним фактором для процветания района. Вкусовыми и бальнеологическими качествами минеральной воды заинтересовались французские предприниматели. Расширение самостоятельности предприятий с принятием законов о земле, предприятиях повсеместно вызывают оптимизацию всех структур управления и производства. Подтверждает это и пример объединения, проектирования и строительства в Кокчетаве. Финансовая самостоятельность и заинтересованность людей в конечном результате позволили не только городским властям получить значительно быстрее жилье и производственные здания, но и самим работникам проектно-строительного объединения обеспечить жильем всех нуждающихся. Здесь нет проблем и с обеспечением детскими садами. Производственные успехи предприятия дали возможность обеспечить на высоком уровне профилактику заболеваний и лечения, отдых строителей, проектировщиков, и их семей. Казахстан, обретая экономический суверенитет и самостоятельность, расширяет рыночные отношения, заключает взаимовыгодные договоры как с союзными республиками, так и с зарубежными странами. Большим спросом на мировом рынке пользуются волочильные и трубопрокатные станы Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения. Сегодня повсеместно возникают акционерные и совместные предприятия, такие как казахско-китайская от БУЛАК, выпускающие бытовые пневмотермосы, пользующиеся высоким спросом у нас в стране. И собственных товаров объединение к зелту выпускает немало. Стиральная машина Баубек – мечта многих хозяев. На зарубежном рынке неизменным спросом пользуются и корм для аквариумных и промысловых рыб, продукция в зелту. Немало сувенирных и бытовых товаров может предложить это предприятие, как и многие другие предприятия республики. Расширяются границы рынка, и наши соседи – желанные гости в Казахстане. Выставка бытовых товаров из Синьцзянь-Уйгурского района Китайской Народной Республики – пример успешного сотрудничества со всеми, кто проявляет интерес к развитию равноправных деловых связей. В понимании, что законы экономики, как и законы природы едины везде, Казахстан сегодня, отстаивая единство союза, идет по пути обновления во имя улучшения жизни народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова